Контролировать дезинфекцию подъездов будут через мобильное приложение. С понедельника управляющие компании, которые и должны обрабатывать подъезды, будут отправлять в областное министерство ЖКХ ежедневные фотоотчеты, фотографии графиков уборки и фотографии непосредственно работ. Дезинфекция должна проводиться. Она должна проводиться лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, то есть как управляющими компаниями, так и товариществами, собственниками жилья и кооперативами. И должна она проводиться в ежедневном режиме. Ежедневно должны обрабатывать перилы в подъездах, лифты, кнопки, почтовые ящики, холлы первых этажей. На улицах и в интернете горожане отмечают, что подъезды дезинфицируют не везде и не каждый день. Мария живет на улице Дружбы в третьем доме. Говорит, что уборку и дезинфекцию в подъезде не видела с прошлой недели. Ну вот видите, сегодня я зашла, услышала, что запах хлорки есть. Но только запах хлорки. Полы не вымыты, хотя отмечено, что вымыты. Нет, полы не мыты до этого, не запах, а хлорки. И на прошлой неделе, ну может быть один раз я видела, что там было убрано. Больше не видела. Может я просто не видела. Ежедневная обработка, которую ввели в связи с коронавирусом, входит в статью квитанции, содержание и текущий ремонт. Отдельно за это платить не надо. За разъяснениями по вопросам дезинфекции можно обратиться в управляющую компанию. Если организация не обрабатывает подъезд специальными средствами, оставить жалобу можно в администрацию или единую диспетчерскую службу в Московской области. Александр Бургмистров, Антон Коврижных, программа События.